Всем привет! События ближайших двух недель. Посмотрим, как изменится ситуация, волнующая вас, либо же, как изменится ваша жизнь, что именно в ней изменится, посмотрим. Итак, перемены ближайших двух недель. Ну, задумайтесь о чем-то, будете сожалеть, может быть, о прошлом, может быть, воспоминания какие-то нахлынут. Но по пажу Пентакли, знаете как, вы все равно начнете новый путь, новое дело. Немножко будет грустно, может быть, знаете как, с чем-то придется расстаться, чем-то пожертвовать. Потому что по девятке мечей я вижу, что как будто сердце болит, немножко жаль, не хочется это отпускать. Но такое впечатление, что это неизбежно. Вот именно отпустить нужно, потому что не придет тогда что-то новое. Вы начинаете какое-то новое дело. Ну, давайте посмотрим Пажик Пентакли. Раскроем эту карту, что там за новое дело. В вашей жизни, знаете как, вот в последнее время какой-то хаос происходит, тройка мечей. Гром гремит, молнии сверкают, вот здесь на столе беспорядок. Ветер ворвался, раскрыл окно, да. Какие-то непредвиденные обстоятельства дезорганизовали вашу жизнь. Вы как будто жили по своему режиму, в своем темпе, в своем ритме. Но обстоятельства нарушили этот ритм. И снова вам не ждать покоя. Да, вы сейчас думаете для себя, когда же это кончится? Когда же уже, наконец, я обрету стабильность? Но по восьмерочке жезлов могу вам сказать, что в ближайшее время нет, не будет никакой стабильности. Ситуация, правда, примет другой оборот. Восьмерка жезлов. Здесь неожиданное развитие событий. Что-то врывается еще в вашу жизнь. Вот сейчас хаос, да, вы пытаетесь там навести порядок как-то. Но еще будет что-то, что ворвется в вашу жизнь. Но это будет, знаете, как маленькая радость. Это уже будет как какое-то небольшое достижение, возможно, паш кубков, да, как сюрприз. Он вроде бы небольшой, карта не крупная. Но уже как-то станет полегче. Вы уже поймете, что этот хаос, он все-таки завершается. Наверное, уже наступает для этого время, да. Чуть-чуть полегче будет. Еще о чем расскажут нам карты. Две карты просятся. Так, верховная жрица. И двоечка кубков. Ну, это какие-то, возможно, тайные ваши мысли, тайные желания. Может быть, прошлое где-то еще не отпущено вами, вы понимаете. Это там отношения были, там были чувства, ух, и там дьявол. Там не обошлось без нечистой силы. Это третьи лица. Это тот, кто разрушил ваш союз. По сути, вашу жизнь, да. Ваш привычный какой-то ритм жизни. Я понимаю, почему у вас хаос сейчас. Потому что сюда вторгся дьявол. По тройке мечей сердце разбитое, в жизни беспорядок. Непонимание, куда идти, что делать, какой путь выбрать, какое решение принять. Тем не менее, вы остаетесь верховной жрицей и женщиной самостоятельно. За вас никто решение не примет и вам никто не поможет. Верховная жрица – это наивысший ранг. И эта карта говорит о самодостаточности такой внутренней женщины. О ее уме, о ее интеллектуальных способностях, о ее энергетических ресурсах довольно мощных. Соответственно, вам никто не может дать мудрый совет. Вернее, совет это дают, но работать этот совет в вашу пользу, эти советы в вашу пользу не будут работать. То есть, смотрите, только вами принятое решение выведет вас на какой-то новый путь. Хорошо, тогда подсказки вам, какое решение принять. Какое решение принять. Ну, во-первых, действовать незамедлительно. Паш Мечей, не надо долго думать, долго раздумывать, как-то вот сидеть в подвешенном состоянии. А сейчас наступает время действовать, да, вот эти две недели будущие, предстоящие. Это будет время динамики, это будет время активности, время утверждения ваших позиций каких-то, и финансовых в том числе. Паш Пентакли, десятка Пентакли – это финансы. Укрепите свои позиции в финансах, именно вот в сфере финансов, работы. Вам хорошо от этого, да, шестерка кубков. Карта удовлетворения результатом. Какая-то крупная покупка может быть, либо же работа принесет результат. Вы вложитесь в этот труд, и он будет для вас вознагражден. Вознагражден хорошо, десяточка Пентакли, карта замечательная. Но здесь не нужно долго думать, нужно соглашаться. Если какая-то подработка идет, да, предлагают, то надо соглашаться, Паш Мечей. Не раздумывайте, потому что ваше место может кто-то быстро занять. Ну и еще какой совет вам на ближайшие две недели. Вот видите, вы будете думать, а надо ли мне оно, и можете пропустить момент. Потом будете жалеть пятерка кубков. Прям сожалеть будете. Будет момент хорошо подзаработать, либо приобрести что-то выгодно. Воспользуйтесь этим шансом. Не уходите от решения этой задачи. Не уходите от того, что вам дается свыше. Не отворачивайтесь. Это шанс какой-то. Не отворачивайтесь от него. Не закрывайтесь от нового. Здесь у кого-то проиграется прям такой внутренний страх чего-то нового. Я понимаю, что я могу получить что-то большее, но мне страшно. Мне страшно выйти из своей раковины. Ну, так часто бывает. Мы же не хотим терять свое тепленькое местечко насиженное. А иногда нужно поднять попу, да, и посмотреть в другую сторону. Что-то попытаться там изменить, да, как бы на свою жизнь и с другой стороны посмотреть. С другого ракурса. Еще, еще что. Ну, здесь какое-то непредвиденное событие. Может быть, элемент неожиданности проигрывается. Ну, шестерка мечей карта не очень хорошая. Какой-то неожиданный, неприятный момент может быть. Карта суд. Ну, вы знаете, что неприятность какая-то, небольшая, некрупная. Шестерка мечей мелкая карта. Но, ну, по двойке мечей вы можете не знать чего-то. У вас на что-то закрыты глаза сейчас. Вы не владеете информацией, вы не знаете правды, вы не знаете мотивации чьей-то, возможно. Но вот это дается вам свыше, вот эта ситуация колкая какая-то, мечевая, неприятность. Дается для чего? Для того, чтобы вы открыли глаза карта суд, перезагрузка, новый взгляд на ситуацию, на происходящее. Вот это пусть вас не пугает, что будет вне ваших планов происходить. Потому что это откроет вам глаза. У вас завязаны сейчас глаза, вы видите, да, вот она. У нее красная ткань, и вот здесь завязано все. Вы как будто бы не понимаете сути. Но Вселенная вам даст это понимание. Какой-то ключ вам даст в руки. Что это вам принесет, этот ключ? Этот новый взгляд на происходящее. А вы уйдете от этого. Вы скажете, я хочу поставить в этом точку, даже имея перспективы. Восьмерка кубков он уходит, понимая, что там перспективы-то, в общем-то, были. Но все равно не устраивает вас это. Потому что там много скрытых моментов. Потому что там кто-то как-то некрасиво себя повел по отношению к вам. Двойка мечей, карта конфликта. То есть это станет для вас, видите, каким важным моментом вот эта ситуация. Вы примете какое-то для себя решение все-таки пойти иным путем. Куда-то свернете или вообще уйдете. И к чему приведет вас такое решение? Но будет непросто. Эмоционально они просто будут осуждать. Не примут вашу позицию. Не поймут вас люди. Карта социума, тройка пентаклей. Разговоры, обсуждения. Какие-то бумажные вопросы. Может быть, вы с ними связаны. С этими документами, с этими людьми. И здесь именно обсуждение вашей позиции какой-то. Но главное, что вам хорошо. Видите, карта эгоистичного человека. Эгоист – это человек, который счастлив по жизни. Вот как ни странно. Но, конечно, если эгоизм в норме, в рамках здравого смысла. Такое впечатление, что вы начинаете думать больше о себе. То есть у вас просыпается вот этот самый здоровый эгоизм. Это очень хорошо. Вам все равно, кто что у вас говорит. Видите, покрывает расклад карта солнца. Разговоры за спиной будут. Вас не понимают, почему вы от этого уходите. Почему вы игнорируете эту позицию. Почему вы именно такое решение приняли. Но главное, что вам от этого хорошо, светло. Вы как освободились. И начинаете что-то новое делать. Действия какие-то будете новые совершать. Королева Жезлов. Это активность. Это личностное продвижение. Это понимание того, что для меня лучше. Где для меня лучше. И, конечно, действия. Именно действия Жезла. Это огненная энергия. Энергия действенности. Так что вот так, друзья мои. Непростые будут две недельки. Но посмотрите, какой результат у вас будет. Вы выйдете на путь своих желаний. Удовлетворения своих истинных потребностей. Мир для вас станет иным. Когда человек освобождается от чего-то. Мир приобретает иные краски. Становится ярким. Манящим. Просыпается жажда жить. Жажда жизни должна быть всегда. Но почувствовать ее можно только будучи свободным человеком. Неподчиняющимся обстоятельствам. Всем этим шаблонам поведения, которые придумывают люди. Идите по пути своего сердца. Принимайте те решения, которые считаете нужным. Но принимайте эти решения больше сердцем, чем логикой. Ибо интуиция – это голос Вселенной. А только Вселенная знает, что для нас лучше. Я благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok